доброе утро дорогие друзья доброе утро дорогие друзья всем доброе добрейшее веселейшая сиванское утро сегодня 4 сивана и значит сорок восьмой день омера сегодня шмон и варба имьем значит 8 и 40 дней почему-то так говорят на иврите не 48 а 8 и 40 дней и потом переводят еще на другую что сегодня 6 получается недель и 6 дней 6 недель и 6 днете так интересно как подсчеты идут все время вот с разной стороны ты смотришь на любую вещь можно посмотреть с разных с разных сторон то есть вот например цифра 13 мы возьмем до цифра 13 ну 13 что такое 13 13 а если мы посмотрим 13 это например числовое значение слова и ход ходит один сезон возьмем эхат и возьмем каждую букву альф это 1 хит это 8 далее это 4 служим вместе получится 13 потом возьмем слово ово любовь любовь значит тоже а в олив 1 и это 5 это вместе 6 бет это 2 вместе 8 и это 5 и плюс 8 плюс 5 13 тоже 13 получается 1 это 13 а в о любовь это 13 вместе мы сложим 13 плюс 13 получается 2626 это что это юткой варкой это имя всевышнего то есть получается всевышний который один и которые он с любовью создал мир то это вместе 1 плюс любовь равно 26 представляете имя всевышнего а мы дальше пойдем возьмем 26 что мы знаем про 26 оказывается машера бейну моисей это было 26 поколение от первого человека вот адам решено то история была дарована в 26 поколении оба опять все сходится то есть машера бейна был вот а если взять подписку от адам решено авраам 10 но 10 потом от ног авраам 10 20 от авраама до машера бейна 6 поколений 26 поколение представляете а я в 26 лет стал религиозным тоже у меня 26 лет было как раз я сделал вступил союз обрезания вот и смотрите видите каждая каждая в этом мире события или или день он может быть описан с помощью цифр с помощью разных ракурсов это все очень интересно перезать сегодня 48 день умера и книга о йом-йом книга которая называется сегодня день мы изучаем как вы знаете и в ней любой стиры бы говорит нам следующую вещь шалот благоприятное время когда можно достичь совершенства в изучении торы и служении богобоязненности мы сейчас приближаемся к шавоту то есть осталось у нас сегодня 48 день умера потом шаббат 49 день умера и на 50 день наступает шавот день дарования торы представляете в этот день была дарована тора и в этот день значит миру открылся всевышний дал 10 заповедей этому же рабы но он первых две заповеди слышали все все слышали что я бог твой который вывел тебя земли египетской и второе вторая заповедь чтобы не было тебя других бог богов теперь но когда люди слышали вот вот эти заповеди да то есть условно слышали это это нот я например сейчас там громко позвал значит я кого-то сказал яков значит приходи вот урок громко крикнул а моя жена она говорит не кричи так у меня прям пульс подскатывает как ты кричишь на громкий голос и на нее громкий голос влияет у нее пульс подскатывает а когда всевышний сказал я бог твой который вывел тебя из земли египетской то все кто это слышали они умерли представляете почему они умерли у них просто разорвалась их система восприятия как если мы сейчас компьютер подключим к розетке и запустим там тысячу вольт тока компьютер сгорит просто и когда они когда они услышали проявление всевышнего такое в чистом виде до творца мироздания то у них просто отлетела полностью вылетали пробки как в электричестве и они умерли теперь это тоже когда мы говорим про всевышнего нужно понимать я всегда помню ту метафору которую которую рабе актива он привел одному римлянина которому говорит значит себя бога увидел я бы поверил и рабе актива ему говорит приходи завтра днем в на площадь в городе до в иерусалиме я тебе покажу когда римлянин пришел днем на площадь рабе актива ему сказал вот смотри видишь солнце в зените вот давай смотри на солнце через 20 минут увидишь всевышнего а тут говорит я не могу смотреть на солнце у меня не это нереально говорит слушайся ты даже на солнце не можешь смотреть на маленькую звездочку как же ты на всевышнего может смотреть ты хочешь не увидеть который он создал мириады миля даже не миллиарда мириады это вообще какое-то непонятное число звезд да и дает всему этому энергию это нереально и но вот этот всевышний он проявился он проявился при синайском откровении дасти нас к откровения на горе синай и он значит дал тору но когда он сказал я бог твой то от этого все умерли и тогда они сказали пускай маша рабе ну пускай моисей говорит с тобой а нам передаст мы не можем это выдерживать а моисей а маша рабе ну мог маша рабе ну мог у него он поднялся на уровень такого высочайшего пророчества что он был как а как и знаете когда я не очень специалист физики но если ток идет по по медным проводам то они способны пропустить определенное напряжение тока выше этого они нагреваются и сгорают а если есть какое-то оптика волокно там какие-то другие материалы то они могут пропускать больше электричества до большую и получается что маша рабе ну он был чистый материал настолько чистый что он воспринимал всевышнего в максимально доступном для человека формате и это интересно что когда маленькие дети возьмем еще слово тора давайте возьмем слова тора так как сейчас будет дарование торы тора числовое значение слова тора значит там там это 400 вав это 6 406 рейш это 200 606 и эй это опять получается 611 то есть числовое значение слова тора 611 и когда маленькие детки вот рождаются то нужно когда они еще маленькие лежат в кроватке нужно им говорить тора тора сива приказал лану мошэ приказал нам мошэ мураша тилат яков это наследие общины якова тора 611 а сколько вторе заповеди кто помнит вторе 613 заповедей получается 611 заповеди нам передал кто мошэ рабейну а две заповеди мы слышали первых две заповеди бог сказал сам получается 613 заповеди всего но тора 611 нам передал маша рабейну интересно что глава вторе в которой описывается дарование торы 10 заповеди кто знает как называется это глава глава это называется и тролл и тролл и глава и тролл давайте посмотрим какие буквы там ют это 10 то это 400 410 рейш это 200 610 и вов это 6 616 правильно но и тролл это почти те же самые буквы почему в слове и тролл 616 заповеди это я не помню почему но там тоже есть какое-то этому объяснение почему именно вы тролл 616 а урут руд которая была бабушка царя давида и которая приняла тору руд это те же самые буквы рейш в авто тет тав-тав-тав это те же буквы руд и тролл и тора это ну там главный корень вот этот тет-ва в рейш он везде один и тот же изменяется чуть-чуть в конце там у и трое свав а у руд нету понятно да то есть это но это же не может быть случайно это же не может быть что сидел кто-то там и все это комбинировал чтобы она была так это действительно отражает структуру мироздания тора это структура мироздания и вот дарование торы это мы сейчас входим в тот момент когда вот это было синайское откровение и мир он как поезд который ездит по спирали и мы сейчас заходим в то же самое время когда было дарование торы и послезавтра это будет благоприятное время когда можно достичь совершенства в изучении тора у нас не будет урока потому что по торе все очень важные дни праздничные дни да в них нельзя ничего делать созидательно никакой работы то есть электричеством нельзя пользоваться и так далее это как шаббат и для чего для того чтобы когда ты отключаешься от созидательной деятельности ты можешь тогда включиться в осознание той энергии того момента того времени в котором ты находишься в 6 ты все время там в телефоне в движении так далее ты не замечаешь что с тобой происходит а когда ты в шаббате или ты в празднике внутри да то есть ты все отключился тогда ты можешь это почувствовать поэтому нас не будет урока воскресенье потому что воскресенье это как шаббат шавод это как праздник как шаббат и чтобы мы знали поэтому я сегодня еще еще раз повторю то что нам любавчисто рыбы сказал в княде ойом-йом что шавод это благоприятное время когда можно достичь совершенства в изучении торы и служение бога боязненности значит тут мы пришли к очень важному принципу что есть такое качество которое называется и рад шамаем страх перед богом страх перед небом страх трепет когда ты на уровне ощущений ты соприкасаешься со всевышним ты во всевышний который сотворил звезды небеса солнце который дает энергию мир который дает жизнь миллиарды людей и вся эта система работает вся эта система не ломается и он это все сотворил и все мироздание работать звезды летают все как это всевышний когда ты об этом думаешь и ты понимаешь что я состоянии об этом думать и изучать я в состоянии молиться и благодарить всевышнего наступает то что называется трепет перед богом и рад ашем и вот если говорит нампертия вот что тот у кого страх перед богом он больше чем знания у того знания о боди она она устоит а то такое из просто знания о боди вот он книжки читают про всевышнего он там ну вот просто интересуется да но у него нет страха перед богом у него знания не устоит она не управляет его жизнью поэтому здесь и написано что в шаваот это время когда можно достичь совершенства в изучении торой и служение богобоязненности потому что без богобоязненности без вот этой искренней страх любовь трепет перед богом то все знания о боди это просто ну просто буквы просто пустая какая-то информация и в шаваот как раз нужно стремиться изучение торой и служение богобоязненности а также раскается во всем что было нарушено в отношении торы то есть весь прошлый год вот там уроки мы пропускали что-то мы не доучили что-то мы не не да не да там не не до запомнили где-то нарушили что-то и так далее в этот день нужно делать шву в отношении своего отношения к торе то есть чувак это раскаяние нужно делать раскаяние вот я значит мог бы за этот год 100 который мог выучить столько мог заповеди выполнить а я в это время сидел там в инстаграме в фейсбуке просто значит тупил да надо в этом раскаяться и в это время сатан который весь год как раз он и сатан это как ангел ангел который совращает и отталкивает от тора от бога в этот день в шаваот этот сатан не мешает и ты можешь действительно посмотреть на себя и сказать как же мог так столько времени впустую потратить если бы хотя бы час день изучал там наизусть например в по час день я учил бы по наизусть бы что-то изучил бы за час я бы хотя бы там я не знаю три строчки так я бы за год бы уже выучил бы наизусть всю тору да если бы я по всего лишь по три строчки в день бы учил я бы изучил боже иврит я бы выучил все молитвы я бы уже спокойно свободно бы читал бы на в оригинале тору и себя все лишь час день бы на это бы посвящал именно не тратил а посвящал потому что когда мы уйдем из этого мира только вот это время которое мы уделяли торе но с нами останется человек скажет вот я всю жизнь пустоту про протратил да представляете вот когда сейчас например это очень интересное сравнение такого метафора ну очень много людей работают стараться заработать деньги и в принципе там большую часть своей жизни получается каждый день если там по 8-10 часов работать то две трети жизни человек тратит он работает чтобы заработать деньги если бы человек купил например на 100 долларов биткоинов 5 лет назад то из 100 долларов у него бы сегодня был бы миллион долларов то есть если бы он купил на 300 долларов биткоинов просто пять лет назад то него было бы сегодня три миллиона долларов да то есть ну представляете просто купил на 300 долларов пять лет назад купил номерочки в компьютере 300 долларов я думаю было у всех кто меня сейчас смотрит пять лет назад биткоины или эфиры там криптовалюты которые ничего тогда не стоили вообще, а сейчас там биткоин стоит 30 тысяч долларов за биткоин, или там стоит эфир, такая тоже криптовалюта стоит там 2000 долларов за эфир, а 5 лет назад они стоили центы, просто центы, и на 300 долларов можно было купить то, что сегодня стоит 3 миллиона. Так вот то же самое, когда человек проживает жизнь, и он всю жизнь за чем-то гонялся, 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 потом он выходит из этого мира, и оказывается, что он мог за час в день изучения Торы получить себе такую ценность на вечность, а он просто в пустоту потратил жизнь, гнался, все время гнался за удовольствием, то есть итогом жизни является количество полученной радости от жизни и количество счастья. В итоге человек умирает, ему на весах показывают, смотри, сколько ты был счастлив в этом мире, там 100 часов или там 10 тысяч часов. Хорошо, а теперь у тебя впереди есть миллиард часов счастья, но у тебя его не будет. Он говорит, как не будет, почему? А потому что ты по часу в день Тору не учил. И как раз вот сейчас есть в шаву, вот послезавтра, воскресенье, есть возможность это осознать, понять, раскаяться в том, что ты мало учил Тору в прошлом году, и для себя решить, как учить Тору в будущем году. Все. Теперь вторая книга «Обретение неба на земле» нам говорит следующую идею. «Тот, кто возвращается из мрака, должен принести его с собой, обратив в свет». То есть оказывается то, что, например, человек был в мраке и он не учил Тору, то это можно превратить в свет. Как? Как это можно превратить в свет? Человек, например, работал всю жизнь в Советском Союзе, получал зарплату в рублях. Как он может превратить рубли теперь в криптовалюту? Оказывается, что надо использовать свой опыт для того, чтобы подняться выше с великой силой. Поэтому тот, кто возвращается издалека, тот, кто был такой советский коммунист, комсомолец, или, я не знаю, какой-нибудь заслуженный нудист, тот, кто оттуда вырвался и стал чистым религиозным человеком. Вчера, кстати, давайте сделаем этот урок «Лейлу Нишама» для поднятия души Рав Ури Зоар. Ури Зоар, вчера он как раз ушел в «Аллах Леуламо», так говорим «Аллах Леуламо», это пошел в его мир, который он себе построил. Ури Зоар, он был один из самых известных израильских комедийных артистов, нерелигиозных. Он был на уровне, как был там Андрей Миронов в Советском Союзе, или были там Папанов, ну такой он был очень смешной. Весь Израиль нерелигиозный, его знал и восхищался прямо просто. Он был самый смешной комедийный актер, который только был. И на «Пите славы», когда он был просто суперстар комедийного «Атинова» в Израиле, он, значит, Хазар Батшува, он раскалился и пошел учиться в Ешиву. Он был, ему было лет, наверное, 40 тогда. И он был просто, ну звезда, прям все его как видели, все к нему бежали за автографами, очень богат и все. И он стал, ушел в Ешиву, стал раввином, стал Рожь Ешива, глава Ешивы. И вчера умер в возрасте 86 лет. На похороны к нему пришли десятки тысяч людей, пришли с ним попрощаться. Ури Зуар, и он для нас пример как раз того, что здесь написано. Надо использовать свой опыт для того, чтобы подняться выше с великой силой. Поэтому тот, кто возвращается издалека, то есть он был далек и далек от Бога, выше того, кто был всегда вблизи. Существенно не то, где вы стоите, а куда и с какой силой вы двигаетесь. То есть очень важно направление, важно направление, в котором ты двигаешься. Мы пришли сюда, чтобы испытать возвращение. Это самое полезное, самое последнее испытание. Значит, Шува, это как раз вот это вот, то, о чем мы говорили в предыдущем, в предыдущей книге, да, раскаяние. Когда ты осознаешь, что ты двигался не туда, когда ты внутри меняешь направление своего желания, то есть человек же, это его, человек определяется своим желанием. Куда ты двигаешься? Важно не где ты сейчас находишься, важно кто-то растет, и он двигается все ближе-ближе ко Всевышнему, больше соблюдает. Другой падает. И может быть тот, кто сейчас падает, у него еще там длинные пейсы, он одет как религиозный, но он духовно падает. А тот, кто по камесь там, только, я вчера такую сделал фотографию, вчера заносили, заносили свитокторы в ту синагогу, где я молюсь. Значит, свитокторы, а синагога, где я молюсь, там всю неделю спортзал, я там молюсь по шаббатам, а в субботу там синагога. И там такой спортзал, который принадлежит жене вот этого раввина, она для женщин, спортзал для женщин. Она женщин там обучает, а по субботам там, значит, синагога. И вот кто-то подарил в честь умерших своих родителей, подарил свитокторы. И это большой праздник, заносили свитокторы, музыка, все танцуют, танцуют с Торой, все очень такая. Но все равно несут Тору-то в спортзал. И тут бежит по улице, бежит такой человек-спортсмен, без типы, в майке такой, прям спортсмен-спортсмен. И тут он видит, в спортзал заносят Тору. Он остановился, стоял-стоял, смотрел. И потом он подбежал так к Торе, выждал момент, подбежал к Торе, и у меня есть прям, я это снял на видео. И он был даже без типы. Он майку так натянул на голову, поцеловал Тору и убежал. И это был очень-очень такой момент, Мерагеш наеврите, такой эмоционально-трогательный момент, эмоционально-трогательный момент. Да, я сейчас, я это видео сейчас отправлю, везде отправлю. Это был очень трогательный эмоциональный момент. И вот это как раз, это был настолько высокий духовный подъем, что даже те раввины, которые там были, они не могли в тот момент так подняться. Потому что тот прорыв, который он сделал, он бежал, он остановился, что-то у него в душе перевернулось, он подбежал к этой Торе, поцеловал ее. То есть это был на небе взрыв. Это то, что здесь написано, что существенно не то, где вы стоите, а куда и с какой силой вы двигаетесь. Поэтому тот, кто возвращается издалека, выше того, кто был всегда вблизи. Поэтому у нас большая-большая заслуга, то, что мы делаем в АИКРА. И делитесь этими уроками. Никто не знает, как и в какой момент человеку это будет важно. Мне вот, например, недавно пришло письмо такое, что там, как спасибо, ты спас жизнь двум людям. Как я спас жизнь двум людям? Оказывается, человек стоял на берегу реки, холодно, на Байкале, и у него, значит, два человека тонули в лодке, и он боялся и не знал, или он сможет их спасти, или сам утонет. Но у него вдруг, как он пишет, раздался внутри голос, я знаю, ты можешь слушать мои уроки, и он говорит, я прыгнул, спас двух человек. То есть то, что вы кому-то пошлете урок, то, что вы кому-то скажете, там, почитай. То есть убеждать не надо, потому что людей очень тяжело в чем-то убедить. Ты начинаешь их убеждать, они начинают, наоборот, сопротивляться и так далее. Просто дай им информацию. То есть, как есть известная такая вещь, когда комсомолец пришел к Равину и говорит, давайте дискутировать, я вам докажу, что Бога нет. А Равин его спрашивает, молодой человек, а что вы, когда говорите слово Бог, что вы имеете в виду? Он говорит, я имею в виду то, что все имеют в виду. Он говорит, ну скажите конкретно, что вы имеете в виду под словом Бог? Он говорит, Бог это такой дед с бородой сидит на облаке и дождь вызывает. Он говорит, в такого Бога я тоже не верю. Равин говорит, нам с вами не о чем дискутировать. Если Бог это мужик с бородой на облаке, который дождь выдает, я, говорит, в такого Бога тоже не верю. Так что мы с вами одной верой. Значит, дайте людям информацию, поделитесь с ними какими-то уроками. Специально мы делаем уроки разные, разные преподаватели, разные раввины. У каждого свой взгляд. 70 лиц у Торы. И, значит, с Божьей помощью, пробудив любого одного человека, вы создаете целый-целый мир. Все. Шаббат, шалом. Значит, хак, самек. Чтобы было у вас, чтобы вы получили Тору, чтобы мы получили Тору, чтобы каждый человек получил Тору. И чтобы в следующем году мы учились лучше, не пропускали с Божьей помощью ни одного урока. И все глубже и глубже постигали волю Всевышнего, выраженную в Торе и в книгах пророков. И приближались, выполняли заповеди. И в заслугу этого, чтобы был мир на земле, закончилась война, финансовое благополучие, здоровье. Это невероятно важно, чтобы все тело работало прекрасно. Чтобы был мир в семье, шломбай. Чтобы не было никаких стрессов. Чтобы все были довольны, счастливы, радостны, улыбались. И с Божьей помощью, чтобы заработали себе, чтобы не потеряли вот эту криптовалюту, которую сейчас заповеди можно купить за час в день изучения Торы. И потом на вечность получать удовольствие. Чтобы мы потом не сидели и не думали, блин, почему я пять лет назад не купил за 300 долларов биткоинов, чтобы сегодня у меня было бы 3 миллиона долларов. А я все эти пять лет работал, работал, работал. И заработал там 3000 долларов или сколько-то, да, работал, впахивал. Надо было всего лишь быть чуть-чуть умным и купить то, что тогда ничего не стоило, а сегодня стоит 3 миллиона. И так же и Тора. Вот сейчас может казаться, что нас там всего 100 человек смотрит этот урок. А что это, самые умные люди на земле? Да. Вот я вам говорю, да. Вот мы то, что смотрим этот урок, слушаем, обучаемся. Мы самые умные люди на земле, потому что мы ищем путь к Богу. Это самое ценное. Дэн, очень рад тебя видеть, слышать, желаю тебе здоровья. Все, кто сейчас находится в Украине, чтобы были здоровы, счастливы, чтобы выздоровели все, кто раненые, и чтобы становился быстрее мир. Все, всем удачи, успехов. Всего хорошего.